Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Если вы до сих пор не подписаны, то обязательно сделайте это. А я сегодня для вас приготовила зеленый мукбанг. Давненько эта идея у меня крутилась в голове. Однажды мне в комментариях написали, и я поняла, что я хочу снять это видео. Просто не хотелось чисто зелени навалять, а хотелось, чтобы было и вкусно, и в то же самое время зелено и красиво. Поэтому мы с мамой налепили очень аппетитные зеленые пельмешки, а не с шпинатом. Получилось вкусно. Салат, я опять забыла, как он называется, изумрудное сияние, по-моему. Он с киви, киви должен был быть поярче, но получилось, как получилось. Здесь у нас брокколи, огурчики, оливки. И самое главное, в качестве напитка я взяла тархун, чтобы он был зеленый. Он мне напоминает мою бабушку. Бабушка реально очень любила тархун. Я всегда в магазинах чисто для нее покупала этот зеленый прекрасный напиток. Я даже не знаю, с чего начать. Давайте, пожалуй, с пельмешек. Попробуем, какие они на вкус. Блядь. На вкус, на мой взгляд, почти то же самое. Хотя они с шпинатом, точнее в тесте. Есть сок шпината. Мне вообще, по идее, надо все вопросы, которые вы задаете в комментариях, записывать в отдельную тетрадку. Столько было различных интересных вопросов, на которые я бы хотела поотвечать. Ответила даже в комментариях, что отвечу в видео, а потом никак найти не могла. А все знаете почему? Потому что... Какое прекрасное сочетание вообще продуктов. А все потому что... А все потому что каждый день на моем канале появляется около тысячи новых комментариев. И старые действительно сложно найти. У меня просто бывает все в перемешку. Чехол у нас, кстати, тоже зеленый, под цвет нашего с вами мукбанка. В последнее время в ютубе не отображаются никнеймы, поэтому передать привет, к сожалению, мне не удастся. Но зачитаю некоторые интересные и даже в какой-то степени смешные комментарии, на мой взгляд. Девушка пишет. Видно, что она снимает, чтобы отвлечься. На самом деле на душе пусто. Плачет по ночам. Как бы там ни было, твое время придет. Мне написали комментарии под недавним мукбанком. То есть под предпоследним мукбанком. Если бы это мне написали, например, год назад, я бы еще поняла. Но сейчас... Вот мне реально стало интересно спросить у вас, неужели я произвожу впечатление несчастного человека. Мы еще там писали, что вот в этих отношениях Айка максимально несчастна. Нет никакого блеска в глазах. Возможно, я стала более сдержанной, но... Я очень счастлива. У меня все замечательно. Зачем мне снимать мукбанки, чтобы отвлечься? Я бы даже наоборот сказала, в последнее время читая комментарии под мукбанками, я реально расстраиваюсь. Кто-то пишет там, зубы у тебя не очень. Другие пишут, раньше ты была более яркой, интересной, жизнерадостной. То есть всем как будто что-то не нравится во мне. Но при этом, при всем, люди продолжают меня смотреть. И таких просмотров, как сейчас, у меня на канале не было никогда. Зачем люди это пишут, честно, мне непонятно. Возможно, они видят по-другому со своей призмой. Я не считаю, что я похожа на куклу, я стала как все. Мне нравится, как я выгляжу сейчас. Возможно, эти манипуляции привели к тому, что я выгляжу чуть-чуть постарше, согласна с вами. Но не вижу в этом ничего плохого. То есть снимать видео, чтобы отвлечься от своих проблем, это просто нереально. потому что люди тебе вешают какие-то новые, какие-то комплексы. Недавно прочитала, что у меня нос кривой. И вот с тех пор, каждый раз смотрю на себя в зеркало и думаю, может быть, реально он у меня кривой. То есть снимать видео, чтобы чисто отвлечься от своих проблем, это дело не работает. Следующий, очень даже адекватный комментарий. Лучший дом... Следующий... Следующий, уже очень адекватный комментарий. Следующий, уже очень адекватный комментарий. Лучший дом купить со своей землей, чем квартира. Уж это в сто раз лучше, поверь. И я с вами полностью согласна. И мне кажется, с каждым годом осознание того, что нет ничего прекраснее своего собственного дома, просто нет. Во-первых, ты никому не платишь огромные деньги, коммунальные услуги за гараж и все остальное. можешь построить дом огромный, с бассейном. И это обойдется, опять же, в разы дешевле, чем, например, однокомнатная квартира в центре города. тут вопрос в земле. У меня нету земли. Я бы хотела не так далеко от города. И учитывая, что я каждый день на работу не иду, я думаю, что в моем случае это особо актуально. Но я хочу, чтобы у меня было и то, и другое. То есть и квартира, и в дальнейшем дом. сейчас напишут, ой, за домом уход. Много всяких забот, но я все равно больше сторонник дома, потому что я жила и в доме, и в квартире. Особенно летом лично я в квартире чувствую себя как будто в клетке. Зимой еще ладно, но летом вообще меня не тянет в город. единственный момент это вот эти все доставки. Как вы знаете, я очень люблю все заказывать. Все абсолютно. К сожалению, вот эти все доставки, они, естественно, не доставляют в частные секторы, потому что частный сектор находится далеко от города. Это либо очень дорого, либо просто невозможно. В дальнейшем вообще хотелось бы, чтобы ребенок сам гулял во дворе и опять же меньше, наверное, коммуницировал с соседскими детьми. это покажется странно, но мне кажется, воспитание ребенка по большей части должно происходить дома, нежели в школе или на улице. Формирование его как человека, чтобы ребенок начал осознавать, что хорошо, что плохо. то есть я бы хотела, чтобы мой ребенок был полностью погружен в семью, нежели большую часть своего времени проводил во дворе, там, икрая в мячик с ровесниками. Салат просто невероятно вкусный, киви здесь так сочетается. поэтому лет через пять однозначно я вижу себя в загородном доме. Мне кажется, все больше и больше людей, которые как-то не связаны с городом каждый день. если на тот период я также буду продолжать снимать контент и функционировать. Короче, я полностью с вами согласна и в идеале я бы естественно хотела жить в большом двухэтажном доме, желательно с бассейном, с большим участком, где можно погулять, поиграть в мячик, построить в дальнейшем бассейн. сейчас тем более есть компании, которые строят даже в рассрочку. Это что-то вроде ипотеки. То есть ты потихоньку платишь, а тебе строят. следующий вопрос. Как ты относишься к новым мукбанкерам, которые подражают тебе, даже копируют прям видно, начиная от оформления стола, заканчивая поведением, манерой общения? Меня лично это очень раздражает. Честно, я вот кладя руку на сердце не видела ни одного мукбанкера, который снимает как-то похожее или ведет себя как-то подражающе, так скажем. я думаю, если даже такие есть, здесь нет ничего плохого. Если кто-то смотрит мой контент, вдохновился, начал снимать, и понятное дело, что этого человека получается похоже на меня, потому что вдохновился он ной. Поэтому не то, что это меня раздражает и обижает. Во-первых, я такого не замечала, а если даже такое есть, я считаю, что это только мне в гордость, нежели мне как-то это должно бесить. Почему? Здоровая конкуренция это всегда замечательно. Никогда не бойтесь конкуренции. Когда я только открывала свой YouTube канал, у меня встал вопрос, вести его на азербайджанском языке или на русском. Я думала, что мне делать, и все окружающие мне говорили, на русском больше конкуренции, поэтому снимай на азербайджанском. у нас как бы тоже есть блогеры, но именно YouTube блогеров действительно очень мало. Многие просто в Инстаграме ведут странички и так далее. Я начала вести на русском языке, и страница начала развиваться, все было замечательно, хотя все вокруг меня отговаривали, что на русском не надо, там большая конкуренция, на азербайджанском все это дело будет гораздо проще. Поэтому никогда не бойтесь конкуренциям, это в какой-то степени и вас стимулирует. На этом пожалуй все, было нереально вкусно, я даже макияж кстати сделала в зеленых оттенках, но почему-то на камере сейчас смотрю, не сильно видно, надо было наверное поярче сделать. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца, не забывайте ставить лайки и подписываться, пока.